Возможности строительства, в 4-й и 5-й очереди строительство производственной базы, расположенной по улице Пржевальска в Политарском районе, земельной участкой площадью, 52 тысячи квадратных метров и 34,5 тысячи квадратных метров, открытие крановой эстакады. Администрация городов считает возможностью строительства. Данному проекту срок исполнения у нас намечен 2016 год, аукцион состоялся, соответственно, вот заявитель выиграл на этом аукционе, и поэтому это логичное предложение тех мероприятий, которые мы начинали раньше, мы предлагаем поддержать. Нет вопросов, коллеги? Нет, согласились? В санитарно-защитной зоне производства коммунальных инженерно-технических и санитарно-технических объектов. На данном земельном участке расположен водный объект, ручей Рогожня. В настоящее время в рамках государственного контракта заключённость в Министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области о спецгеологии и разведке выполнена работа по восстановлению границ водоохранной зоны и прибрежной защиты полосы ручья Рогожня. Значит, реализация проекта предусматривается в течение года, бюджет частный, 250-300 миллионов. Нет вопросов, коллеги? Нет, согласились, спасибо. Земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами в соответствии с картой ручей Рогожня в настоящее время в рамках государственного контракта заключённого с Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области о спецгеологии и разведке выполняет работы по восстановлению границ водоохранной зоны и прибрежной защиты полосы ручья Рогожня. Предполагается, строительство... Рабочая группа, как замсовет, выполнено решение согласия строительства. Срок реализации до одного года. Чем это вызвано? Значит, в июне мы получим из... нам поставят гербан, немецкая фирма Fritsch, комплекс, механизм комплекс по производству пряников, что потребует... У нас увеличится производство где-то до 30%, что потребует дополнительный, значит, персонал. Значит, мы поставляем свою продукцию, у нас покупает магнит, вот сетевые, значит, вот предприятия магнит, дикси, ашан, метро. Ну вот. Это нам даст возможность, кроме того, облегчить труд тяжёлый по раскатке теста, вручную мы катаем 21-й век. Кроме того, значит, это увеличится качество продукции. Вы знаете, где ваше производство располагается? Знаю, значит. В зоне старой застройки. Знаю, значит. Угриумы такой достаточные. И плюс сам вид такой. Значит, мы прошлом готовы... Наверное, надо подумать, как бы это всё-таки... По забору, который вот там... А то немецкое оборудование классное придёт, обученные специалисты... Здесь не надо зарабатывать, для того, чтобы дальше это... Ну, зарабатывать. Ну, вкладывайтесь в перспективу, без пряников тул уже никогда не останется. Поэтому мы и увеличим производительность. Бизнес он отжимает, но не в такой же степени. В центре города практически стоит старинная фабрика с именем. Как говорится, с лейблом. Всё это известно. Ну, слушайте, надо не пожадничать, привести его в порядок. Поставим он... Министерство культуры, вот министр здесь сидит. Пожалуйста, поставить точку её культурную. Она вам отобьёт на входных билетах, посмотрит, как тесто месяца и повидно льётся. Понимаете? Хорошо. Так или нет? Да, конечно. Да, конечно. Ну, вот давайте встать, парить им за декозит. Ну, заказистный мир что-то. Ну, что это кино такое? Как подпусти этого пряники из такого вот этого грязного здания? Я, честно говоря, не знаю теперь. Мы занимаемся рекомендациями. Хорошо. Да, спасибо. Спасибо. До свидания. Женщин всех заплатить правду. А, подождите секундочку. Аксан-сан, вы вопрос хотели задать? Сергей Михайлович, по открытию нового веления мы предлагаем дуальное обучение. Вы откуда специалистов будете брать? Ну, у нас есть свои специалисты, которые... А дальше будем набирать молодёжь, потому что это сложная техника, там требуют определённой квалификации. Вот она об этом говорит. Это почти как компьютер будет. Вот она об этом говорит, что нам подготовленных людей. Соглашение дали дуальное обучение или дуальное обучение? Давайте так. Программа расстроена. На торгах право аренды на указанном земельном участке. Первый земельный участок расположен в районе городского переулка к центральному району города Тулы. Ориентировочная площадь земельного участка 1200 квадратных метров. И спрашиваем право аренды. Предлагаем цель предоставления указанного земельного участка для строительства предприятия оптовой и мелкооптовой торговли промышленными товарами. Второй земельный участок расположен по улице Новотульска, пролетарского района города Тулы, сложившейся в складской производственной зоне, общая площадь ориентирующего земельного участка около 18 тысяч квадратных метров, предполагаемая цель предоставления земельного участка для строительства складского объекта. Третий земельный участок расположен по Пифанскому шоссе в пролетарском районе города Тулы, ориентирующая площадь указанного земельного участка 3000 квадратных метров, предполагаемая цель предоставления земельного участка для строительства торгового выставочного комплекса, также предполагаем право аренды. И четвертый земельный участок расположен по Новомосковскому шоссе, площадью земельного участка 12 тысяч квадратных метров, предполагаемая цель предоставления для строительства склада автомобильных запчастей и частей и открытого склада автомобилей и спрашиваем право аренда. У каждого земельного участка администрации города Тулы было оформлено предварительное согласование, но в настоящий момент это определенное согласование тратило силу, соответственно мы выставляем этот участок на аукцион. Победители будут определены по результатам аукциона, правообладатели указанных земельных участков.